Всем привет! Сегодня будет одно из самых запрашиваемых видео на нашем канале, а именно видео о расходах или сколько стоит жизнь в Новой Зеландии. Прежде чем я начну, я буквально несколько слов скажу о том, что все, что я буду говорить, будет основываться на семью из трех человек мама, папа и ребенок. Также это будет все в среднем. В какой-то семье может быть чуть-чуть больше, в какой-то семье чуть меньше, но я буду говорить как бы серединку, чтобы у вас было представление о том, сколько приблизительно денег вам нужно на жизнь в Огленде. Начнем с того, что все расходы я поделила на категории. Первая категория это то, что мы платим раз в неделю, затем раз в две недели, раз в месяц, раз в квартал, раз в шесть месяцев, либо раз в год. Начнем с того, что мы тратим раз в неделю. Это, конечно же, продуктовая корзина. Под продуктовой корзиной я понимаю продукты питания, которые мы покупаем в супермаркете. Также сюда входят овощи, фрукты, мясо, продукты личной гигиены, такие как гели для душа, шампуни, также бытовая химия. То есть все это приблизительно на трех человек будет стоить вам 300 долларов в неделю. То есть по 100 долларов на человека. Второй пункт это обычно плата за дом. Если вы снимаете дом, то, соответственно, вы платите ренту. Рента в Новой Зеландии, именно в Окленде, мы говорим за дом, двух-трехспальневый дом, двух-трех-бедром-хаус в хорошем районе, в нормальном районе будет стоить вам где-то 450-550 долларов в неделю. Если мы говорим о квартире, однокомнатной, либо студии, то вам будет она стоить где-то 350-450 в неделю. То есть здесь уже как вам повезет найти, это все зависит от состояния дома, от района, в котором он находится. То есть очень много факторов, которые влияют на цену. Ну, если говорить в общем, то, повторюсь, дом это 450-550, квартира 350-450. Если у вас свой собственный дом, то, естественно, раз в неделю вам нужно платить выплаты по кредиту. Здесь, конечно, тоже все очень индивидуально. Но, так как мы говорим обо всем сейчас в общем, в среднем, то в среднем вам выплата в неделю будет стоить где-то 500-700 долларов, а то и 1000 долларов. То есть, соответственно, зависит от того, какой первый взнос вы сделали, какая стоимость вашего дома, сколько вы можете платить в неделю. То есть здесь очень много нюансов. Следующий это бензин. В среднем можно заправлять машину раз в две недели. Бак бензина на сегодняшний день стоит в районе 60 долларов. Естественно, если ваша работа находится недалеко от дома, вам добираться там 15 минут, например, да, и на выходных вы используете машину только для того, чтобы поездить по магазинам, ну, недалеко от дома, то, в принципе, бака бензина хватает на две недели. Соответственно, если ваша работа находится довольно-таки далеко от дома и вам нужно каждый день наматывать там по 60 километров, например, да, и также вы еще любите на выходных куда-то повыезжать, то бака бензина вам будет хватать на неделю. Здесь уже у кого как получается. Теперь поговорим о счетах, которые приходят ежемесячно. Это электричество. Цена за электричество, конечно же, колеблется от сезона. Если у нас лето, то в среднем при разумном использовании электричества счет приблизительно 130-150 долларов в месяц. Зимой, естественно, счет выше. Плюс ко всему здесь дома не отапливаются и люди все используют обогревательные приборы, которые работают от электричества. Соответственно, счета выше. Но хочу подчеркнуть, если разумно использовать электричество, если не включать колориферы во всех комнатах, если не включать свет там, где его не нужно в данный момент использовать, да, если разумно использовать электричество, то счет зимой может достигать 200-250 долларов. У нас, например, больше чем 250 не было. Но я знаю, есть люди, которые как бы не задумываются об электричестве, у них везде все горит, работают кондиционеры с утра до вечера, обогревают и так далее. И у таких людей счета за электричество достигают 400-500, а то и 600 долларов в месяц. Ну, здесь уже, как наш ГЭТИ, столько и заплатить. Затем раз в месяц мы платим также счет за воду. В принципе, вода здесь не очень дорогая. В месяц приблизительно у вас будет уходить 50 долларов. Естественно, если у вас огороды вы поливаете, очень много используете воды, то у вас счет будет больше. Еще раз хочу подчеркнуть, что это я говорю в среднем, может у кого-то будет больше, у кого-то меньше. Ну, приблизительно 50 долларов в месяц. Счет за интернет также приходит раз в месяц. Приблизительно на сегодняшний день интернет стоит 100 долларов в месяц. Некоторые люди платят интернет вместе с телефоном домашним, но на сегодняшний день очень многие отказываются от домашних телефонов, потому что они, в принципе, не нужны. Сейчас все пользуются мобильной связью, и она становится доступной. Появляются различные пакеты, предложения, что намного выгоднее, чем платить ежемесячно за домашний телефон, которым, например, мы пользуемся, ну, в лучшем случае, раз в месяц. Так что интернет на сегодняшний день в среднем 100 долларов в месяц. Также, конечно, обязательно нужно сказать про страховку, потому что в Новой Зеландии у всех страховки, потому что стоимость услуг в любой сфере очень высокая. В основном все страхуют машины, дома и то, что находится в доме. Например, если мы говорим о страховке на новую машину, вот если вы пошли и купили в салоне новую машину, и вам нужно ее застраховать, то, естественно, вы страхуете ее от всего. И в среднем такая страховка будет вам стоить 69 долларов в месяц. Также можно все страховать пакетами, например, как у нас дом, то, что в доме, и машина, которая не является новой, и которая у нас, например, застрахована только от того, если мы кого-то ударим. Она, естественно, такая страховка дешевле. Плюс страховка, которая касается того, что в доме, вы оцениваете, насколько приблизительно вы можете оценить вещи в вашем доме. На 10 тысяч долларов, на 20, на 30, либо больше. Особенно, если у вас есть какие-то коллекции, да, и вы указываете, что у вас есть коллекция, там, не знаю, чего, каких-то, может, игр или каких-то редких вещей. Естественно, тогда вы указываете, что вы хотите застраховать на большую сумму. Но в среднем люди страхуют на 20 тысяч. Так вот, страховка за дом, то, что в доме и машина, в среднем будет стоить 110 долларов. Также, естественно...